Новости за 20 апреля. Как обычно, я беру и официальные, и неофициальные, то что в соцсетях, то есть то, что для меня новости. Вот трудолюбивые люди собрали все отмазки ватников по обычным категориям. Я, наверное, людям, которые смотрят телевизор, прям открою глаза и не знаю. Дело в том, что есть прям конкретные методички, по которым составляется любая пропагандистская лабуда. Я их регулярно пишу. Они составляются такие же абсолютно и в коммерции, и вообще в любой войне. Не обязательно в такой войне, которая сейчас, не обязательно в глобальных каких-то конфликтах. По любому конфликту составляются именно вот такие вот отмазки по накатанным схемам. Прям есть термины, как это все называется. Тут я еще генерализации не вижу и всякого другого. Есть прямо теория, как их делать. Это очень скучное дело, и слышать это тоже скучно от ватников. Я в основном ватников на канале баню. Почему? Потому что обычно они излагают одну из вот этих вот хреновин, заранее известных, по известной схеме манипулятивной составленных. И потом ругаются. Ругаться понятно, что забаню, потому что, а что, я буду переругиваться, что ли? Ну, забаню, конечно. И даже если он не ругается, а вот одну из этих вот долбит, многократно тоже могу забанить. А зачем это слушать? Как избавиться от манипуляций, обсуждать факты? Вот факт. Сверху написан. Россия напала на Украину. И вот еще факт, допустим, что российская экономика заведомо не способна вести длительную войну, особенно в современных условиях глобальной экономики. Это факты, которые признаются всеми сторонами. Все остальное, это какая-то вот лабуда, которая прикрывает факты. Допустим, вот проекция идет, что на самом деле Украина собиралась напасть на Россию. А почему не напала? То есть такого факта не поступало, чтобы, допустим, Украина вот именно так там атаковала территорию России, бомбила российские города, вот именно так, как эта Россия осуществила. Не было, не было. Не обсуждаем предположения. Не обсуждаем проекции. Это минимальный научный метод. Обсуждаем мы только факты. И мы не обсуждаем такие предположения, которые всегда можно делать. Типа, например, за всем этим стоят англосаксы, за всем этим стоят, не знаю, там, евреи, за всем этим стоят тамплиеры и так далее. Мы не обсуждаем, потому что, во-первых, всегда можно говорить, что за любым фактом стоят какие-то тайные силы. А во-вторых, мы их заведомо не можем проверить. Если эти силы достаточно тайные, то мы проверить их не можем. Ну и все. Вот обсуждаем факты. А это все, это стандартные приемы манипуляции и сокрытие фактов. В общем, можно подробнее эту табличку посмотреть. Тут даже не все собрали. Ну, вся вот пропаганда телевизионная российская представляет собой механический набор вот этих скучных товаров, хорошо известных приемов. Просто вот там Соловьев, Киселев добавляют туда эмоции, а добавление эмоций само по себе прием, то есть с целью подавить рационализацию, да. И что-нибудь вот из этого набора выдают. И все это довольно, на самом деле, скучно. Я почти их и не смотрю, этих дураков. По поводу второго факта. Вот Набиулина нам рассказала, как я и ранее говорил, что сейчас они живут на запасах. По всей видимости, к концу второго квартала, то есть к лету, у них и запасы кончатся. Вот из этой всей лобода экономической вот что можно понять. Поэтому им надо завершать срочно войну. Почему они срочное наступление на Донбассе бросили? Они не могут сидеть под санкциями длительно. И вот этот весь ужас длительной войны, который часто рассказывают, он невозможен по одной причине, что к осени не будет чем стрелять. То есть к осени Россия заведомо проигрывает просто потому, что, ну может быть будет чем стрелять, не будут летать самолеты, танки, ходить запчастей, потому что нет, они сломаются, ремонтировать нечем. В тылу начнется голод и так далее, по всей видимости. Будет жуткая инфляция. О чем, кстати, Набиуллин уже предупреждает, что в период трансформации, когда запасы кончатся, будет жуткая инфляция. Все обесценится, уже сейчас отказываются в этой спецоперации участвовать, а тогда уже не знаю, если уже денег практически не будет, они будут обесцениваться. Тогда уже будет все равно, сколько заплатят. Ну в общем вот посмотрим. Но длительная Россия воевать без существенных потерь для экономики не может. А экономика в наше время, это опять же и война тоже, потому что экономика военная, она тоже и на войне все решает. Разрешили снова продажу долларов. Ну вот во многих банках вот такая висит. Покупка 80, продажа 300. Или их нет вообще долларов. Ну вот видимо где-то 150, наверное, рыночный курс. Вот пишут, что в Турции примерно там 150, что-то такое, за границей примерно вот такой. Ну в общем рубль рухнул и не поднимется, по всей видимости. Курсы, которые рисует центральный банк, они просто липовые, по ним нельзя купить доллар. И по ним нельзя купить те продукты, которые за доллар идут. Рост цен. Утверждают, что 11%, но на импортные товары он и 20, и 30, и 50%. Как вот люди говорят, а я сам магазин их видел. До 50% рост цен на отдельные группы товаров сейчас уже есть. И это только начало, когда запасы кончатся, тогда возможен обвальный уже срыв курса рубля. Поэтому надо сейчас закупать вещи, оборудование, какие-то вот штуки, которые не деньги. Потому что копить деньги сейчас смысла нет, они могут скоро обесцениться. А перевести их быстро в валюту тоже нельзя. На фронте все знают, что 18-го началось наступление. Ну вот, как уже говорю, надо Путину быстро кончать войну. Он это тоже понимает. Какой-нибудь победой. А потом выкручиваться любыми способами и с санкций международных. Ну вот, они обещали на Донбассе, и идет. Общий план, в принципе, понятен, вот он. И они о нем и сами открыто постоянно говорят. То есть, с севера от Изюма одна колонна наступает, и вторая от Гуляйполя наступает. Далее, либо они окружают украинскую группировку в районе севера Донецка, либо они ее выдавливают к Днепру, а потом они заявляют, что они, так сказать, освободили территории ЛНР и ДНР, поэтому цели их операции закончены. Донбасс спасен. Путин уже в последнее время говорит, что главная цель это была всегда спасение Донбасса, а не захват Киева, да? Ну и все, вот после этого, видимо, они будут попытаться на вот этой точке какие-нибудь заключить там мирные соглашения, которые бы сняли с них санкции международные. И, скорее всего, Херсонскую... Херсон они не будут покидать, потому что это снабжение водой Крыма. Либо они там Херсонскую республику прогласят, либо что-нибудь как-нибудь еще оформят, но оттуда они тоже, скорее всего, уходить не будут. По сути, по своей, идут бои с переменным успехом. Обе стороны об этом сообщают. То одни населенные пункты переходят к России, то идут контрудары, они же к Украине. В целом продвигается российская сторона, но, естественно, нет еще никакого ни окружения, ни какого-то прорыва фронта существенного. Вот на южном участке тоже, то есть с севера идут от Изюма, а с юга вот идут бои в основном за Гуляй-Поле. Вот направление ударов. Родной город Махно. Ну, стрелочка на Запорожье, это поторопились, ее нет. А вот основное направление боев Гуляй-Поле и так далее. Ну, надо сказать, как и Корчинский верно отметил, что Украине выгодно наступление России, потому что при наступлении они гораздо больше потери несут российские войска, а Украина ведет войну на истощение, исходя из того, что ей ресурсы Запад поставит и уже поставляет активно. И военные ресурсы, вот пошло в огромных количествах, там сейчас ПВО и все такое, и бронемашины, и все прочее. Ну, это можно по роликам на Ютубе посмотреть, сколько угодно. Поставки пошли, а сейчас обширные Украина. Ну, и гуманитарную помощь окажет, да? А вот Россия, когда запасы кончатся, будет сосать лапу, и тогда это все проявится на фронте. То есть, вообще говоря, в интересах России, как можно быстрее сейчас заключить мир, с любыми потерями вывести оттуда войска с Украины, тогда санкции прекратятся в интересах всех нас. Но на это Путин не пойдет, вот потому он и диктатор. Потому и плохо иметь диктаторов. Если бы президента мы выбирали, то мы бы на него влияли, да, он бы боялся, что его не выберут. А диктатор не боится, диктатор, так сказать, за свой авторитет борется как победителя. Вот он нас и тянет в эту катастрофу ужасную. То есть, если Украина ведет войну на истощение, то кончится чем, что расплачивается, будем все мы голодом, отсутствием нормальных продуктов, затяжной войной, на которую будут посылать все новых и новых россиян. Техники, когда совсем будет не хватать ее, возможно, где-нибудь конфисковывать или что-то еще решать, привлекать население областей, окружающих, к ремонту техники, строительству каких-нибудь укреплений и так далее. Донецк и Луганский, говорят, уже почти всех туда загнали, на фронт, во всяком случае, многих. Но вот, возможно, потом подключат еще соседние области России, кто их знает. В общем, когда идет война на истощение, то она за счет населения, и именно за счет населения России. Вот что можно сказать по этому поводу. Спасибо.